Телевизор Йогин, как известно, совсем не смотрит телевизор. В принципе. А когда ему нужно узнать прогноз погоды или новости политической арены или посмотреть какой-нибудь репортаж с места событий, он делает это в шаршасане или в какой-нибудь другой шавасане, созерцая экран своего внутреннего ноутбука. Внутренний экран Чидакаша – это волшебное место в середине нигде. Для истинного Йогина середина нигде. Место, знакомое с детства. Родное место. Место, куда он так часто попадал, будучи еще совсем маленьким. В булочной для папы нужно было купить один батон белого хлеба второго сорта за 13 копеек, который маленький Йогин для себя называл серый хлеб. Потому что, на самом деле, он был сероватого цвета. И для бабушки – две четвертинки черного, который до обеда очень свежий, мягкий, душистый. А по дороге половинку четвертинки можно съесть. А для мамы – одну буханку первого сорта за 15 копеек. И половинку Бородинского за 8 копеек. А для дяди Сережи, который работает как папа по скользящему графику – одну буханку отрубного, длинного, за 11 копеек. И на оставшиеся деньги можно два бублика с маком по 8 копеек. Или одну большую сметанную плоскую ямчатую булку за 12 копеек, которую по дороге есть нельзя. А если такой булки не будет, ну, тогда две ржаные лепешки, 7 копеек, ну, плоские и не сладкие. А в булочной была большая очередь, которая, однако, быстро приближалась. И маленький Йогин терялся в этой огромной очереди, словно в собственных мыслях. И где-то слева плавала длинная мысль о сером хлебе за 13 копеек, который уже весь раскупили. И на этот случай надо брать еще один батон первого сорта за 15. Но тогда получается только один бублик, который один и остался. В поддоне какой-то весь сухой да корявый. Или лучше две ржаные хлебешки. И тогда можно не брать одну четвертинку черного. А справа парила другая мысль, что хорошо бы сегодня дядя Сережа прокатил на грузовике в кабине и дал посмотреть журнал «Вокруг света» по дороге в соседнюю булочную. После того, как узнают, что в нашей булочной отрубной за 11 копеек завезут только ночью. А сейчас пока только обед, да и то только у мамы и бабушки. Потому что папа на работе по скользящему графику. В него обед в 5 вечера. Где-то внизу шевелилась маленькая, но четкая мыслишка. Не забыть про сметанную булку с дырочками сверху. А за ней еще одна. В которой почему-то сметанные булки помещались только по одной в каждую руку. А Бородинский как не помещался. И когда маленький Йогин доходил до кассы, он был уже далеко, в середине нигде. А там всегда что-то новое. Можно устроиться поудобнее и настроиться на прием новостей с политической арены или на прогноз погоды, или на какой-нибудь репортаж с места событий. Но Йогин предпочитал мультфильмы и клубки на путешествии. Потому что он был еще маленьким, а ум его безгранично большим. И любил он капитана Врунгеля, и Жака Майоли, и Винни-Пуха, и Карлсона, которые жил на крыше, и мягкую четвертинку черного. И когда папа его ругал, то что он все перепутал, а бабушка ругала папу, а дядя Сережа уволился и больше не ездил на грузовике, и не привозил журнал вокруг света, Йогин просто переключал программы. Размазывая козюли по ножке письменного стола и покачиваясь на стуле. В середине нигде. А когда Йогин подрос и стал большим и очень серьезным Йогином, и его гуру впервые показал ему настоящую середину нигде, это место было ему уже вполне знакомо, но плохо изучено. А когда место вроде как и знакомо, но на самом деле совсем не изучено, просыпается любопытство. А когда первое любопытство удовлетворено, появляются вера и энтузиазм. Энтузиазм порождает энергию, энергия порождает усилие, усилие порождает сосредоточение, сосредоточение порождает слияние ума с объектом концентрации, а дальше, дальше как пойдет. Местность уже знакома и даже изучена. Точно так же, как бывает знакомо место жительства и хорошо изучен дом, но бывает человек приходит и видит, что это как будто уже не воду и совсем незнакомое место. Подобно тому, как гусеница, заточенная в коконе собственных состояний ума, при благоприятных условиях превращается в бабочку и летит легкая, воздушная, в новую неизвестность. И для бабочки не характерно состояние ума, характерное для гусеницы, но бабочка помнит, как она была гусеницей. А механизм этой памяти отчасти такой же, как у гусеницы, которая помнит себя будущей бабочкой. Здравствуйте, друзья! И с вами снова Михаил Баранов в очередном информационно-образовательном подкасте «Йога своими словами». И сегодня мы поговорим с вами о культуре донейшн. В современном йога-сообществе уже давно плохим тоном и признаком косности мышления считаются скоропалительные однозначные оценки типа «Вот традиционная гуру йога – это хорошо», а ее современные формы – в лучшем случае интеллектуальный фитнес. Фактически, современная социализированная йога и йога традиционных индийских сообществ – явление одного порядка. Точно так же в индийской традиции сакральная йога с ее сущностными практиками всегда была субкультурным андеграундом, который невозможно тиражировать в силу штучного обучения, длившегося долгие годы, что не мешало традиционным йогинам попутно социализироваться, если в этом возникала жизненная необходимость преподавать санскрит, философию, аюрведу, музыку, риторику, математику, заниматься торговлей и даже воевать. Примеров в традиционной литературе и исторических фактов множество. Современная йога в силу неизмеримо большего масштаба тиражирования и связанного с популяризацией неизбежного выхолощивания сути, поиска новых форм и содержаний, с ассимиляцией традиционных воззрений и содержаний в новых формах и наоборот, мимикрии под традицию беспонимания ее сути, что и не может быть иначе в процессе скрещивания разных культур, языков мышления, ценностей и воззрений, в известной степени отражая глобальные мировые межкультурные процессы. Межкультурные и мультикультурные связи неизбежно порождают большее разнообразие видов взаимоотношений между учителями и учениками. Больше видов учителей с разными компетенциями, специализациями, воззрениями и реализациями. Больше видов учеников с разными способностями, культурным, психологическим и биологическим багажом. По сути, вся современная йога, включая ее традиционные школы и направления, школы, тяготеющие к традиционным воззрениям и их бесчисленные отголоски. И западная поп-йога для жизни с ценностями, характерными для культуры потребления. Все это часть современной массовой культуры со своими субкультурами, включенными в общий социальный организм, без которого они и не могли бы существовать. Поэтому и рассматривать современную йогу и современное отношение учитель-ученик необходимо в разных перспективах. Сегодня попробуем это сделать на примере такого явления, как донейшн. Сленговое слово донейшн происходит от англицизма donate, что означает жертвовать или даровать. Обычно под донейшн подразумевается свободное пожертвование, когда преподаватель за свою деятельность не назначает какой-то определенной суммы, а предлагает ученикам самим решать, сколько они готовы пожертвовать. Современный социум с его развитой сферой услуг и культурой потребления с детства приучает нас к регламентированию отношений. На работе, дома, в школе, институте мы так или иначе знаем, за что платим, чем платим и что получаем взамен. Современная йога, представленная в социальной жизни как образец высокого досуга, воспринимается двояко. С одной стороны, это сфера услуг, с другой стороны, сообщество единомышленников, культурная среда, в которой общаются люди, тяготеющие к определенным идеям, образу жизни, к определенным воззрениям. Так что не всегда понятно, за что надо платить, чем платить и сколько, и не всегда очевидно, что я получу за эту оплату. И если с практикой йога-асан, как общая оздоровительная гимнастика йогов, йога-терапией, как нетрадиционной медициной и все более-менее ясно, то все, что связано не с физическими, но с внутренними практиками йоги, оценить крайне сложно, в силу субъективной оценки результатов. Особенно часто когнитивный диссонанс вызывает практика за донейшн, что неудивительно, поскольку свободное пожертвование подразумевает практически незнакомый нам тип отношений, требующий осознанности и взаимной ответственности сторон, чего часто просто нет ни у учителей, предлагающих оценить их работу, оплаты по сердцу, ни у учеников, оплачивающих на эмоциональной волне с ощущением, что так только и надо, либо исходя из средней рыночной стоимости. Между тем, как донейшн не имеет отношения ни к тому, ни к другому, ни к третьему. Итак, давайте разберемся по пунктам. Традиционно донейшн – это не оплата услуг и не бартер, но одна из форм взаимной заботы и обоюдной заинтересованности ученика и учителя во взаимном развитии. В идеале свободное пожертвование – это как правая рука дает левый, что не отягощает дарующего финансово, морально и физически, и поддерживает здоровую атмосферу, не позволяя развиваться созависимым отношением. Донейшн – это акт коммуникации, в котором есть две действующие стороны – учитель и ученик. Для учителя – это форма карма-йоги, бескорыстного служения. Для ученика – это форма бхакти-йоги, бескорыстной искренней преданности. Учитель, предлагая форму свободного пожертвования, со своей стороны действует без ожиданий, адекватной оплаты, но с искренней заботой и заинтересованностью во взаимном развитии. Ученик не смотрит на среднюю рыночную стоимость подобных услуг, но руководствуется внутренним ощущением пользы для себя и заботы об учителе. Донейшн – это не обязательно деньги. Традиционно наилучшими способами пожертвования являются следующие три. На первом месте – гуру сева, бескорыстное служение учителю. Это может быть все, что угодно. Помощь в вопросах в сфере компетенции ученика, поручения, работа, любое доступное проявление заботы об учителе, которое учитель готов принять. А это уже тонкий вопрос границ и взаимопонимания. Второе – это своеобразный бартер. Обучение друг друга разным дисциплинам. Разумеется, такой обмен подразумевает обоюдную востребованность определенных типов знаний, умений и навыков. И только на третьем месте стоят материальные ценности – вещи, подарки, в том числе деньги. Итак, подводя короткое резюме, обозначим основные проблемы йога в средней полосы. И это, в первую очередь, наши культурные коды, содержащие бессознательные установки на стяжательства, пронизывающие все виды отношений. Стяжательства знаний, выгоды, впечатлений, чувственных удовольствий, любви, покоя, стяжательства счастья. А в йоге, как известно, счастье – неприходящее, основанное на внутреннем покое, ясности и понимании причин неудовлетворенности, причин несчастья. Второе – это отсутствие навыка различать, правильно развивать и поддерживать разные типы отношений. Приходя в йога-центр и через некоторое время искренне полюбив своего преподавателя, мы часто путаем деловые отношения с родственными, перекладывая бессознательные поведенческие установки на голову йога-тичера. И наоборот – преподаватели со слабо развитым или гипертрофированным чувством дистанции могут проецировать свои отношения с традиционной йогой на ретритах и в поездках по маме Индии на своих учеников, которые к этому могут быть совсем не готовы. И, наконец, основное – так называемое ньюэйджевское сознание, мультикультурная каша в голове. У кого-то – из-за недостатка образования, а у кого-то – из-за его избытка. В любом случае – в любом случае – это результат веселой чехарды, скакания по учителям, школам и учениям, поверхностно и безостановочно. Точно так же, как мы иногда не можем остановиться при избытке выбора хорошей одежды, еды, и развлечений, при наличии энергетических и финансовых ресурсов. Из-за этим всем, конечно же, отсутствие осознанности или недопонимания своих целей, мотиваций и ценностей. Но есть и решение. Учитель в первую очередь продвигает свои ценности, форма отношений с учениками, при этом вторична. Учитель, как и ученик, обусловлен своим материальным и социальным положением, поэтому и форма оплаты всякий раз будет разная. Договор об услуге или свободное пожертвование. Форма отношений зависит от процесса коммуникации. До свободного пожертвования нужно дорасти и учителю, и ученикам. А многие, кто еще не дорос, но хотят, подобно тому, как дети подражают взрослым. Вот и получается что-то типа детского сада. Некоторые учителя это понимают и относятся к потребностям учеников соответственно, с терпением, заботой и настойчивостью, позволяя им самостоятельно расти и развиваться в своем понимании, принятии и отпускании. Таким образом, и сами учителя учатся понимать, принимать и отпускать свое внутреннее и внешнее отношение, не разделяя сознание на внутреннее и внешнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Со своими давно практикующими йогу друзьями и коллегами-преподавателями мы неоднократно обсуждали существующие формы отношений между учителями йоги и их учениками. Ведь каждый ответственный преподаватель на каком-то этапе начинает осознавать, что йога на свете бывает очень разная и что для каждого она в известной степени своя. И нам, как практикующим йогам и преподавателям, действительно важно понимать не только то, какие знания и умения мы передаем и какие ценности несем и продвигаем, но и как мы это делаем. Построение здоровых взаимоотношений обоюдно важно. В первую очередь потому, что качество процесса коммуникации во многом зависит от здоровой психологической атмосферы, благоприятной для культивации доверия, ответственности сторон и взаимной заботы. Именно заботы. Итак, поскольку качество передачи знаний и навыков и главное воззрение зависит от взаимного доверия и понимания, а взаимопонимания покоится на осознании и принятии нами своих внутренних устремлений, ценностей, ожиданий, непроизвольных эмоциональных реакций, явных и скрытых интенций, от всего того, к чему мы в жизни привыкли в отношениях с родителями, друзьями, родственниками, детьми, деловыми партнерами, с людьми, от которых в какой-то степени зависит наше благополучие и благополучие которых в чем-то зависит от нас, по большому счету, конечно, все зависит от нас, вернее, от степени нашей ответственности перед лицом внутренних состояний, если мы, конечно, способны в полной мере осознавать эти состояния и как-то разруливать их в сторону гипотетического просветления, действуя ситуативно и порою вопреки образу идеального будущего. Ведь текущая реальность никогда не соответствует этому образу, поэтому им можно только любоваться, как любуемся мы порой высоким произведением искусства, позволяя уму быть поглощенным, иначе говоря, используя этот образ для генерации внутреннего покоя, но при этом непрерывно осознавая необходимость умелого отпускания, возникающего состояния. А отпускать его мы можем благодаря той же самой силе, из которой возникла эта захваченность, привязанность к образу просветления. И это свобода ума, свобода использования ресурсов сознания. И когда мы можем свободно управлять своим внутренним состоянием, мы понимаем себя. А понимание это всегда развивается и расширяется в контексте отношений с другими. Понимая себя, через это понимаю других, умело развивая и поддерживая отношения. Понимать себя – значит осознавать свое отношение к внутренним состояниям. Понимать других – значит ситуативно осознавая свои и чужие непроизвольные реакции в процессе коммуникации. Управлять отношениями. И значит добиваться взаимопонимания в той же степени приближения, в которой оно в принципе возможно в текущий момент жизни. Так или иначе, вся эта сумма факторов, внешних и внутренних, сросшихся в нашем сознании в единую социокультурно-примативно-биологическую нейронную сеть, формирует отношения. Итак, от нашей способности к самоуправлению зависит управление отношениями. В сжатом виде алгоритм управления процессами коммуникации может выглядеть так. Внутреннее отношение возникает. Оно, отношение, может быть осознанно. Одной осознанности недостаточно. Отношение необходимо понять. И, наконец, отношение было понято. Только когда отношение действительно понято, им можно управлять, как-то менять и умело использовать. Необходимо сразу уточнить, что значит «отношение было понято». Приведенный алгоритм не случайен. В нем нет ничего лишнего. Процесс саморефлексии, в идеале, должен включать все звенья цепи. Понимаем мы не только рациональной частью ума. Чтобы понять, надо сначала почувствовать, как именно это отношение возникает на уровне тела, мысленной речи и сопутствующих состояний ума. Процесс распознавания связан с тем, насколько мы можем сосредоточить и расслабить ум, сделав его ясным и открытым, в то же время сохраняя бдительность и невозмутимость. И когда, таким образом настроив сознание, мы начинаем наблюдать то, что происходит сейчас само по себе, в совокупности телесных и умственных процессов, мы можем увидеть, как все эти процессы ум непрерывно оценивает и реагирует на них, как на приятные, неприятные и нейтральные. И в какой-то момент мы можем научиться наблюдать эту работу ума. Эти автоматические цепляния, в которых в равной степени проявляется, как и формируется наше восприятие внешних и внутренних событий. Наблюдать отпуская. Наблюдать, не порождая ожиданий. Наблюдать, не порождая цепляния. Неудовлетворенности. Дукхи. Иначе говоря, только развив метакогнитивность, способность ясно и невозмутимо наблюдать за совокупностью соматических и психических процессов одновременно, мы действительно осознаем, как отношение возникает. И вот мы раз за разом осознаем это возникновение, развитие и угасание телесных и умственных процессов. И это действительно работает. Наша жизнь становится спокойнее, а ум более устойчивым и ясным. Но в какой-то момент мы начинаем также замечать, что некоторые вещи не исчезают из жизни, а почему-то раз за разом повторяются. Повторяется внутреннее состояние, а с ним и внешние привычные реакции, мысли, речь и поступки. Ум будто бы соскальзывает в привычную колею, следуя по замкнутой траектории внутренних процессов. В итоге продолжает цепляться за новые, порой утонченные состояния и неизбежно возвращается к тому, с чего все началось – к состоянию неудовлетворенности и неспособности к самоуправлению. Это значит, что иногда недостаточно просто осознавать и отпускать. Нужно культивировать правильное отношение к этому процессу. А для этого нужно понять, как работает ум. Увидеть, как внутренние отношения влияют на деятельность ума. Пережить это от момента возникновения до полного прекращения. Пережить неоднократно, не только в формальной медитации, но, что не менее важно, в обычном повседневном состоянии ума. И тогда можно научиться изменять неправильное отношение к практике на правильное. Когда мы умеем управлять внутренним состоянием, независимо от внешних факторов, это значит, что отношение было понято. Значит, что мы развили в уме правильное отношение. Такой подход к практике позволяет не только на рациональном уровне что-либо понять, но, что более важно, непосредственно пережить это понимание, сформировать устойчивый когнитивный навык, с помощью которого дальше мы будем делать все это лучше и быстрее. И уже на первом этапе осознания того, как отношение возникает, в какой-то момент становится очевидно, что нет разницы между нашим отношением к событиям внутренней жизни и внешними отношениями, возникающими в процессе коммуникации с другими людьми. В нашем сознании это единый, непрерывный процесс. С другой стороны, острое ощущение неудовлетворенности ума в приятном – это хороший признак, означающий, что осознанность и правильное понимание причин неудовлетворенности ума развиваются и работают вместе. Все это, как правило, долгий процесс, требующий усилий и настойчивости. Точно так же формирование и развитие здоровых отношений между учителем и учеником – процесс порою длительный, со множеством переменных значений. Подобно тому, как правильное отношение развивается из правильных взглядов, правильные, а вернее сказать, уместные для разных коммуникативных ситуаций с разным контекстом отношения учитель-ученик, крайне важны для обоюдного развития сторон. И развивают они в учителе и ученике целый ряд умелых умственных качеств. Дружелюбие и сострадание, ясность и покой, добросердие и невозмутимость, достоинство, преданность, усердие, самоотдачу или, наоборот, могут подпитывать и развивать неумелое, жажду желаний, захваченность и омраченность ума, привязанность, гнев, отвращение, сомнение, зависть, умозрительные взгляды. Это развитие умелого и неумелого и есть основной адекватный критерий, которым можно и нужно руководствоваться в йоге при построении здоровых отношений. Что значит умелые и неумелые качества ума? Йога, по определению, призвана объединять разрозненное сознание. От разрозненности или отсутствия внутренней целостности возникает дукха, неудовлетворенность чем бы то ни было, неспособность к окончательному, непрерывному состоянию удовлетворения. Дукха имеет самые разные формы. От грубого интенсивного страдания до тонких форм привязанности ума к безмятежному, счастью, спокойствию йогической тхьяны. Дукха порождается сознанием. Можно сказать, что это продукт нашей внутренней жизни, продукт неправильной деятельности ума. А любая деятельность, внутренняя или внешняя, порождается благодаря уже существующим интенциям, в традиции, обозначенным как клеша. Клеша – буквально то, что пятнает, мучает, омрачает ум. В первую очередь это овидия, невежество, как неспособность осознать омраченность ума, осознать саму Дукху, причины и условия, в которых она возникает. Процесс коммуникации для ученика – во многом процесс преодоления овидии, поскольку по определению учитель учит тому, что он уже преодолел. Учитель же всегда преодолевает свои ограничения, мешающие ему ясно и доходчиво доносить информацию до разного типа умов. Тем более, что знание в йоге – это не только и не столько информация, но совокупность навыков, внутренних состояний и саморефлексии, всего того, что позволяет эту информацию адекватно понять, усвоить и использовать. Поэтому и учителя бывают совершенно разные – те, что учат навыкам, но не учат саморефлексии, или транслирующие глубокие состояния, но не способные ясно структурировать и передать информацию. Можно сказать, что в традиции существуют своеобразные специализации. Йогин – ученый, утонченно знающий тексты и умеющий вести философские диспуты. Йогин – учитель тхармы, передающий сущностные техники и формирующий правильные взгляды во зрение ученика. Йогин – учитель прикладных дисциплин, таких как шаткармы, асаны, пранаяма, аюрведы и т.д. В современном же контексте – это может быть профессор философии, практикующий традиционную раджа-йогу, или йога-тичер, знающий тонкости травмы безопасности и физиологию адаптации, или йога-терапевт с высшим медицинским образованием. Разумеется, ничто не мешает нам совмещать все эти компетенции, но это, как правило, редкость, поскольку на каждую из них уходит полжизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова